Редко посещаю по дороге на Тейда смотровая площадка Чирчи. Сегодня для разнообразия. Так, я когда про воду рассказывал, есть вулканические трубы, вулканические пещеры, три предприятия по добыче вот этой питьевой воды. Ну, они их бутылируют по европейским стандартам качества. Происхождение воды я уже потом в другом ролике расскажу. Но часть этой воды, ученые посчитали, можно использовать для технического водоснабжения высокогорных населенных пунктов. Вот эти трубы как раз вот, судя по всему, мы поднялись на высоту, наверное, 800 метров. Ну, вот какое здесь вот близлежащие населенные пункты как раз обеспечивают воду. Так что хорошо оборудована. Там, кстати, ресторанчик есть. Ну, мы на смотровой площадке поставим. Так, уже почти дозрели плоды кактуса опунция. Вот, здесь как в свежем виде реализуют, причем даже в магазинах, ну и вот местные фермеры или... Вот, или варенье делаю тоже несколько фирм. Так что оригинальные, как сувенирщики. Если магнитики надоели кому-то со служивцем, там, знакомым, то варенье еще и вместе попить оригинально. Так, впереди... Впереди... Так вот, как бы белая плесень. Живет на этой плесени. Ну, в свое время был такой вид бизнеса. Кошениль. Вот, с Мексики завезен. Вот это искусственный... Ой, ну, это натуральный краситель. После того, как Германия искусственный, как бы, химический придумали спад, в этом виде бизнеса произошел. И, соответственно, ну, этот бизнес практически здесь уже потерял свою значимость. Значимость... Ну, в общем, нет здесь этого... В Мексике, да, там даже сколько-то тонн этого насекомого кошениль. Кстати, по форме чуть меньше божьей коровки. Самочки только. Вот, живут на этих... Кактусе... На этих... На кактусе опунция. Так, вот их ассортимент. Ну, сейчас они в отпуске. С 20 августа по 20 сентября. Ресторанчик в отпуске. И, соответственно, вот такая большая смотровая площадка. Вот, и видно, судя по контуру, вот, это Ченейро. Есть такой вулкан. Последнее извержение вулкана. Как раз на острове это вулкан Ченейро. Вот. Ну, и вот такой необычный вид. Потому что, когда выше поднимешься, уже такого панорамного вида не будет. Черчилля, это вот и сама деревенька. Я как-то по этой дороге проезжал. Несколько достопримечательностей. Такой небольшой горн. Недалеко от деревни. Ну, так как бы запасной вариант для тех туристов, которые там по 20 раз уже были. Говорят, вот, покажи то, что мы не видели. Вот такой есть у меня маршрут. Так, впереди розовый 5 с плюсом отель Обама. Считается три таких отеля по рейтингу розовую. Когда, значит, большая территория, там и гольф есть свой. Гольф этот. Ну, поле для гольфа. Да. Значит, свой есть пляж. Ну, что такое свой? По испанским законам, вся береговая линия не продается, не передается ни в какие. Поэтому, как бы, получается, пляж общественный. Но территория самого отеля Обама огромная. Для своих есть такие электрокары, вот, как вот на гольфполях, вот, у них есть. Причем, как для пассажиров, так и техническая, там, для смены белья. Есть даже свой фуникулер. Но это только для гостей. Поэтому на машине там, как бы, запрещено ехать. И фуникулер тоже, они проверяют эти карточки. Вот, поэтому для любителей, это такая, тем более, если это жарко будет идти. Ну, хороший час, если что будет, туда, прямо до пляжа дойти, через всю территорию. Вот, ну, именно желтый песочек. Там, понятно, что не будет никто досаждать тебе ни массажами, ни очками, как на пляжах, вот, в такой вот зоне. Ну, и вот туда правее, вот, сейчас не видят. Вот, у нас по плану Лос-Гиганта сегодня маршрут будет. Вот, как бы, крайняя остановочка перед возвращением в отель. Так что... Красота. Красота, да. Не часто здесь заезжают, туристы многие не знают. Так что, кто будет самостоятельно путешествовать, всем рекомендую. Смотровая площадка. Лос-Палеус. По дороге на Теду и через населенный пункт Чио. Это, как бы, две дороги с юга, две дороги на север. Четыре дороги идут, и уже в Каньядосе одна через весь этот, по диаметру. Вот, так, вот полиция смотрит, видите, как машин много, вот, и люди паркуются не на специальных паркушках, но, вроде, как бы, более терпимо. Так, Калима сегодня, теплые потоки воздуха, не менее 30 градусов. И вот в этой дымке Калимы, вот, практически не видны острова, которые западнее тени рифа. Здесь, если правее, за облаками остров Ла-Пальма, вот, впереди, вот, если по направлению крана, хорошо, хорошую видимость логомера. Или еру редкой, как правило, выше, так что, такая вот смотровая площадочка, вот. Целая компания на квадроциклах, вот, ну и вот еще такой вот скутер. Ну, не скутер, а бак. Баги. Можно ли его сказать в единственном числе, как бак? Нет. Как бы, чаще баги звучит. Пикавъеху, в переводе с испанского, старый пик. Извержение последнее было в 1798 году. По данным вулканологов, это, возможно, самый продуктивный такой вулкан на острове Тени Рифы. Ну, то есть, за многие столетия, тысячелетия он наибольшее количество раз извергался. В том числе, знаменитые пещеры ветра имеют исток вот с этого кратера Пикавъеха. Вот, 17 километров, напомню, протяженность, три яруса, доступная для посещения вместе с испанским спелеологом. Примерно участок 260 метров, оборудованная, проверенная, ну, относительно безопасна. Итак, по схеме хорошо видно ствол кратера. Предыдущее извержение магма остыла, забила этот ствол кратера, и магма не могла пробить вот этот сам ствол. Поэтому нашла более слабое место. Вот, так называемый боковой кратер. И 92 дня было извержение вулкана. Вот, на высоту 1500 метров, и лава изливалась из этого бокового, образовала 5 квадратных километров. По-испански, лава Снегрос, мы будем проезжать, но, к сожалению, там я съемку вести не смогу. Вот, по-русски, участок черной лавы. Вот, и опасность еще вулканической бомбы. Вот сейчас вот здесь хорошо видны. Тоже с большой скоростью. Для человека опасность, в первую очередь. Они прям вот летят, да? Только наоборот, из жерла летели под большим давлением. То есть опасность человеку, как вулканические газы до 1000 градусов, поэтому даже на машине невозможно. Поэтому, если у кого-то будет такая шальная мысль понаблюдать какое-то извержение вулкана, нужно все-таки подумать, вот, что это очень небезопасно. Вот. Ну и вот эти камни тоже... Опасность. Вот. С этой смотровой площадки сейчас нам повезло. Вот, три машины всего. Хорошо здесь паркуются и автобусы, что им удобно здесь. Вот. Калима не дает возможности увидеть соседние острова. Так, это начало Каньядос. Мысленно представьте, в центре острова, огромный вулкан, 7000-7500 метров. Вот так ученые рассчитали. И за многие столетия, тысячелетия, стеночки стали тонкие, осыпались внутрь, и образовался вот такой огромный... Вот. Я люблю сравнивать, мне что-то нравится, с амфитеатром. Но это не научный термин. Вот, по-русски Кальдера. Вернее, по-испански Кальдера. Вернее, тьфу. Каньядос, у меня уже все же русские и испанские. Каньядос по-испански, Кальдера по-русски. 17 километров, это второй по размеру в мире. Вот. Мы эти все 17 сегодня по диагонали как раз едем. Так маршрут мы составили, согласовали. А самый крупный находится в Африке. Вулкан Нгору-Нгору, 26 километров в диаметре. Государство Танзания. Все, машины прибавляются. Вот. Ну и совет туристам. Если ты иду в первую или в второй половине дня, то лучше с первой половины. С первой. Сейчас скажут свои впечатления от Эйди. Ой, потрясающее место. Великолепный вулкан. Глядя на него, прям видно, как текла эта лава. И понимая, сколько это лет прошло, ты просто прикасаешься к этим древностям. Это просто незабываемо. Александра? Ну, мне понравилось. Правда, видно, как текла лава. Очень завораживает. И, правда, столько времени на это ушло. И как-то не верится. Честно говоря, да. Просто потрясающе. А эти скалы? Александра? Туфелька. О, туфелька королевы. Да, туфелька. Очень удивительно. Или на морского конька больше похоже? Нет, нет. Именно туфелька. А хотя, да, немножко похоже. Или на шахматную фигуру? На коня похоже на шахматную фигуру. Ну вот, вот подсказываю. А где же прирожденная женская фантазия? Мы же, говорят, разными полушариями думаем. И у женщин более такая вот творческая часть. Ну, видите, мне нравится обувь, поэтому такие в туфельках. Так, впереди мы видим квадроциклы. То есть, группа где-то гуляет. Работник вот этой, типа, гид или инструктор с этой игры, ну, компанией квадроциклов охраняет. Вот такой полностью панорамный вид. Чувствуется колемо, но здесь как бы ее все-таки меньше. Вулкан Тейда со стороны Парадор, отель Парадор. Государственная сеть отелей Парадор Рес. 92 отеля в Испании. Самые красивые места. Ну, вот здесь вот, в центре национального парка. Впереди популярная смотровая площадочка Рокис Дель Гарсия, скалы Гарсия. Так, эта церкушечка, я уже в предыдущем ролике как-то говорил, постоянно закрыта. За 10 лет я один раз только видел, в воскресенье была экскурсия, открыта была церкушка. Так что это скорее было исключением. Аугуст месяц, забиты все свободные места. Я не стал на автобусное парковаться. Уже как-то говорил, что если я припаркуюсь, тем более уйду. Вот, можно прийти, ну, как минимум штраф увидеть. На маске у меня такое удовольствие уже было. Тоже не было где. Поэтому уже не рискую. Так, пешеходные тропы. Есть путеводители. Есть карты. Как правило, на трех языках. Испанский, государственный, английский, немецкий. Ну, вот основные тропы. Протяженность, степень сложности. Так же и на картах. Вот начинается этот маршрут. До Филофлора можно дойти 14,9 километров. Можно зайти до Виадель-Арико. 23,2. Но это... Тем более, если это август. Все-таки жарко. Перещенная такая местность. Маршрут более на склон здесь будет идти. Но все равно. Это надо какую-то подготовку уже такую спортивную. Именно для трекинга. Пользуются популярностью. Причем каждый маршрут имеет свой номер. То есть, если нужна будет какая-то помощь. Медицинская. Чтобы позвонить спасателям. И сообщить местонахождение. Поэтому номер этой тропы. Кто идет в такой маршрут. Всегда знают. И это одна из причин. Когда инструктора, владельцы небольших фирм. По вот этим пешим маршрутам. Предупреждают своих туристов. Чтобы по козьим тропам не ходили. Что это, во-первых, небезопасно. С точки зрения передвижения. И второе, что если что-то случится. И не будет связи. То как бы и спасателям тяжело найти. И могут быть другие туристы. Здесь долго не будет проходить. Так что... Август самый благоприятный. Теплый по воздуху. Ну и традиционные детские каникулы в августе. И как бы люди традиционно любят в августе отпуск ездить. И поэтому самый такой... И две последние недели еще декабря. Католические. Международные. И с первого мая. Как-то не только это. Вот как бы... По российским традициям первомайские праздники. И кстати на западе вот эти тоже. Первомайские после зимы. Вот популярные выходные майские. Смотровая площадка Таборда на Игром. Очень много машин. Впереди нижняя станция фуникулера. Тоже проезжали. Вот так что там... Даже теоретически встать негде. То есть даже если есть билет. Еще будет проблема где припарковать машину. В мае месяце на этой смотровой площадке. Самая хорошая... Большая коллекция вот этих Тахиностероха. Про которые я... Сделал даже отдельный видеоролик. Сейчас они отцвели. Вот поэтому... Не во всей красе. А в мае... Вот так они выглядят. Эндемик Анастских островов. Мед очень вкусный. Ну и экологически чистый. Впереди... Гора Гуахара. Во многих легендах... Гуанчи встречается как злой демон. Очень удобно. Даже на смотровой площадке сортировка мусора. На фоне неба Глобова. Вон к вертней станции кабинка сейчас. Канатной дороги. Между самой вертной и мачтой. И вот сейчас вот к вертней станции фуникулера подходит. Сейчас девушка задним ходом припаркуется. Освободилась с места. Повезло. Да, кстати, те туристы, кто будет, особенно в августе, кабриолет в аренду брать, есть угроза, что лицо, плечи обгорят. Потому что ветерок приятный, не ощущаешь солнце. И буквально можно там за короткий промежуток времени. Поэтому кабриолет приятно, но вот подстерегает такая опасность, особенно беленькие, если кремом мазаться. Может быть, не на весь день открывать крышу. Долина Безмолвия. Красивый вид. Как песчаные дюны. Машин очень много, поэтому я встал вот так вот временно. Кто-то отъедет, я припаркуюсь, пока туристы гуляют. По дюну. Здесь просто интересно. Что-то необычное. Это и не пустыня Сахара, потому что такого песка здесь нет. Вдалеке лаборатория, обсерватория. Ну и хорошие, кто любит, снимки среди скал. Самая высокогорная деревня, как на Тейде, национальном парке, в Атлантике, в Испании, на Канарских островах. Ну, здесь два действующих ресторанчика. Хороший вид. Так что удобно. Всегда есть место, где припарковаться. Ну, и кофе попить, кому желание есть. Кто очень проголодается, особенно после подъема, и нет желания дальше терпеть, можно и здесь. Ну, здесь по принципу, как бы, столовки такой. Сок хороший, натуральный. Последний раз мы здесь вот, когда были, пили. Так что... Удобное место. Смотровая площадка, каменная роза, или еще называют каменный цветок. Природа так создала такую красоту. Так, если автобусы здесь вот в 100 метрах паркуются. Красивый участок. Заповедника Корона Форест Сталь. Ну, и часто можно наблюдать вот этот эффект, когда дождевые или посадные облака, проплывая над океаном, задерживаясь за горную вершину. Такое впечатление, что мы летим на самолете. И вот это красивое... Красивый вид. Голубое небо, белое. Белоснежные облака. Такая красивая площадочка. Даже люди вот немного прогуляются. Красивое место. Еще одна красивая смотровая площадочка. Перед Лара Тавой. И вот эти красивые облака. Здесь даже больше нагляднее и красивее, чем на смотровой площадке Каменная Роза. Тем более контраст. Такое голубое небо. Зеленые вот эти деревья. Ну, и Вулкан Тейда. С Новым Ракурс уже с северной стороны острова. Кто хочет на смотровую площадку, кто с собой взял бутерброды, могут вот здесь вот посидеть, перекусить. Чтобы все для людей. Но, разумеется, без права разведения огня. Такое местечко для пикника. Да, смотровая площадочка имеет такое длинное название интерпрератива. интер-пре-та-ти-во.